Всем привет, на связи Overplus. Почти год назад мы выпускали видео на тему самоцветов. Оно набрало очень хорошие просмотры. Именно поэтому сегодня вы увидите все о самоцветах, вторую часть. Но перед началом данного видео я бы хотел напомнить вам, что по промокоду в описании и на экране вы получаете 7 дней бесплатной подписки на самый безопасный скинченджер в Dota 2. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод при регистрации и наслаждайтесь красивой дотой. А также по тому же самому промокоду вы получите 30% скидку на первую покупку. Желаю вам приятного просмотра. Начинаем. Итак, давайте начнем сначала. Так сказать, пробежимся по базе. В игре есть самоцветы. Они позволяют разнообразить игру разными крутыми эффектами. Для самоцветов нужны гнезда. Эти самые гнезда в предметах можно вырезать с помощью чизеля. Данный предмет можно купить на торговой площадке за... Далее хаммер. Он используется для вытаскивания самоцветов. Но выбить самоцветы из необычных курьеров таким скромным молотком нельзя. Для этого нужен хаммер покруче. Однако этот молоток можно сказать с подвохом. Используя его, мы, так сказать, разбиваем наш предмет и получаем из него самоцвет. Поэтому будьте внимательны, чтобы не раздолбить нужного вам курьера. Итак, мы разобрались с тем, как получить самоцвет. Но какие же самоцветы бывают в игре? И первый, потусторонний. Данный самоцвет позволяет добавить крутой эффект только курьеру с качеством unusual. Также важно учитывать, что если курьер, в которого вы хотите вставить такой самоцвет, уже имеет в себе другой гем, то гем, который уже находится в курьере, будет уничтожен. Поэтому важно взвесить все плюсы, минусы и сделать важный выбор. Такой самоцвет можно получить из курьеров, которых можно выбить, например, из сокровищниц Дота Плюса. Вы разбиваете этого курьера тем самым молотком покруче и получаете нужный вам гем. И уже потом вставляете его в курьера, который вам больше нравится. Ну и конечно же, для примера я выбрал самые красивые и интересные потусторонние самоцветы. Чтобы вы примерно понимали, о чем идет речь. Первый в моем топе самоцвет под названием Burning Animus. Благодаря ему из глаз курьера будет исходить яркий свет, цвет которого можно выбрать самим, используя призматические самоцветы. О них немного позже. Выглядит довольно интересно, особенно если использовать его с нестандартными курьерами. Сам самоцвет на ТП мне не удалось найти. Однако курьер с ним стоит около 3000 рублей. Далее потусторонний самоцвет Халадрыга. Это, наверное, мой фаворит. Очень крутой эффект замерзания курьера. Стоит такой самоцвет на ТП около 2500 рублей. Давайте пройдемся по более скромным самоцветам. Например, вот этот. Добавляет вот такой крутой эффект раздвоения курьера. И стоит всего 80 рублей. Как по мне, отличный вариант, чтобы начать знакомство с механикой самоцветов. Ну и последний в моем списке Crystal Rift. Добавляет красивые синие лепестки вокруг героя. Я нашел такого курьера на торговой площадке. И цена этого курьера около 5000 рублей. Хотя сам самоцвет стоит на ТП 400. Далее на очереди призматический самоцвет. Они меняют цвет необычных эффектов у курьеров и некоторых аркана предметов. Например, Течис или Террор Блейд. При применении этого самоцвета на предмет, в котором уже есть самоцвет, самоцвет, который уже находится в предмете, уничтожается. Их можно достать только с помощью крутого молотка. И как вы понимаете, предмет уничтожится. Стоят такие самоцветы по-разному. Самый дорогой, свет создателя, стоит 15000 рублей. А самый дешевый, каких-то 152. Так что тут уже выбирайте под себя и свой бюджет. Следующие на очереди, расписные руны. Которые позволяют предмету считать внутриигровую статистику. В предмете, в котором вставлена эта руна, будет отображаться информация о статистике. А также качество предмета изменится на InScrivite. Статистику также можно обнулить, выбрав соответствующий пункт в меню. А еще, если вы передали такой предмет другому игроку, например, продали его на торговой площадке, или же закинули трейдом, статистика будет обнулена. Таких рун есть огромное количество. Также есть руны специально для героев. Например, количество пойманных врагов Хукумпуджа, или попадания тремя кайлами эсэфа. Такие руны стоят недорого, и позволить себе их может абсолютно каждый. Цифровой автограф игроков профессиональной сцены доты, или популярных членов сообщества. Такой автограф является самоцветом. Добавив этот самоцвет в предмет, он будет отображать соответствующую надпись. А также качество предмета изменится на Autographed. Самоцветы наблюдателя считают количество просмотренных игр на турнире. В них немного интересного, поэтому давайте-ка дальше. А дальше у нас олдовый гем, а именно Ascendant Gem. Уникальный предмет, который выдавался игрокам, участвующим в бета-версии доты 2. Данный самоцвет считает количество приглашений в игру, или количество побед во время беты. Добавьте этот самоцвет в предмет, и он будет отображать соответствующее значение. А также качество предмета изменится на Ascendant. Они бывают трех видов. За 0 приглашенных друзей, за 1-19 и за более 20. Также есть Ascendant Orb, специально для Китая, который выдавался игрокам серверов Perfect World. Кстати говоря, картинка основана на рефрешере. И еще один уникальный предмет под названием Game of Taeguk. Уникальный предмет, который выдавался игрокам, которые играли уже на корейских серверах до релиза игры. Далее у нас Fulfill Shard. Этот самоцвет отслеживает количество убийств демонов и нежити, и меняет качество предмета на Corrupted. Он был выпущен во время Холодрыжества 2013 года. Его счетчик увеличивается каждый раз на 1 после убийства Дума, Квапы, Леона, Шадоу Финда, Шадоу Демона, Террор Блейда, Аннаинга, Райс Кинга и Абадона. Кстати говоря, насчет этого самоцвета существует интересный факт. В истории Террор Блейда сказано, что в порыве своего демонического гнева он разрушил темницу и вырвался на свободу. Вероятно, Fulfill Shard это то, что осталось от темницы. В той самой темнице был колодец душ. Демоническая темница, куда заточали непокорных демонов. Данный самоцвет идет с билетом на первый сезон Asus Rock Dream League. Считает количество побед, добавляет потусторонний эффект, будучи вставленным в курьера, но изначально он был создан, чтобы считать способности, связанные со сном, о чем нам и говорит название. А именно, такие способности, как Dream Coil, Nightmare, Echo Stomp или же Song of the Siren. Ну и наконец, генетические самоцветы. Данный вид самоцвета меняет анимации героя. Например, анимацию торрента, креста и тычки ставит брингера у кунки. Кстати, многие не знают, как сделать так, чтобы пудж-хукал, поднимая ногу. Это и есть генетический самоцвет, только для пуджа. Называется он вот так и стоит на ТП 100 рублей. Вставляйте этот самоцвет в предмет и вуаля, у вас нестандартный пудж. На этом данное видео подходит к концу. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А также не забывайте, чтобы промокоду в описании и на экране вы получаете 7 дней бесплатной подписки, а также 30% на первую покупку. Еще раз спасибо за просмотр, до новых встреч!